Меня зовут Мария Ализарова, я живу в Редвии, в городе Висягинс на данный момент, и я художница. Я в городе Висягинс родилась, училась, ходила в дом творчества, и было очень много кружков, и так у меня проявилась любовь к творчеству. Уже писать картины в своем собственном стиле я начала года четыре назад. Хотя стремилась найти свой стиль около 11 лет. Я делала первую выставку в городе Висягинс, потом это была Генолина и Вильнюс. Это немножко затратно, очень много отбирает энергии выставки, и поэтому сейчас, на данный момент, я выставляюсь только в интернете. Я экспериментировала с принтами для Дуники, у меня еще есть они в продаже, но коллекцию я не создавала, я создавала принты, которые выставляю в интернет, и уже определенные фирмы, которые занимаются печатью на одежде, они печатают принты на одежде, и люди, если им нравится, они покупают. То есть это получается интернетное пространство свободных художников, которые выставляют свои картинки и рисунки, и если покупателю нравится данный рисунок, данный рисунок на футболке или на платье, то покупателю можно приобрести. Ну, наверное, трудности не могут возникать, когда вы совершенно безденежь, тебе надо купить элементарные холсты с красками. Слава Богу, я с этим не сталкивалась, как я и работала раньше, и заработки есть какие-то. На самом деле, поддерживать очень сложно. Однажды мне сказала одна уже взрослая женщина, у которой брат художник, она сказала, что сложно путь для себя выбрала Мария, потому что я знаю, что это такое, деньги есть, денег нет. Я это на себе всё ощущаю, потому что картины то продаются, то не продаются. Для художника очень важно самовыражаться через своё творчество. Если он начнёт заниматься уже чисто коммерческой деятельностью, то есть исключительно того, чтобы продавать, в картинах уже будет отсутствовать душа, будут отсутствовать эмоции. Я, когда пишу картины, я отдыхаю. Они у меня изнутри идут. То есть где-то что-то увидела, где-то что-то отложилось в памяти, и я их переношу на холост. Кто-то занимается медитацией, а я пишу картины, и таким образом я медитирую и получаю гармонию с самой собой. Также я писала картины на заказ. С этим есть определённые сложности, потому что заказчик хочет то, что он хочет, а я всё-таки творец, я люблю делать то, что мне нравится. И в процессе создания картины на заказ я, можно сказать, заставляю push myself, полюбить эту картину, полюбить то, что хочет человек. Я пытаюсь прочувствовать то, что меня просит написать. И я довольна, в принципе, результатом, который у меня получается. Я очень много сетей читала про то, как художники зарабатывают. И очень часто пишут о том, что многие художники работают на нескольких работах. То есть первая — это самореализация в картинах в любом другом виде творчества, а вторая работа — это школа искусств, преподавание, центры культуры. То есть вот до недавнего времени я работала в центре культуры, что мне помогало поддерживать штаны и параллельно заниматься творчеством. На данном жизненном этапе я там не работаю, и можно сказать, что я свободный художник. Я не вижу смысла жизни без того, чтобы не заниматься любимым делом. Я не понимаю, когда приходится работать на нелюбимой работе. И считаю, что это проживание жизни пустую. Я, например, нахожусь на пути развития, я до сих пор развиваюсь, пытаюсь как-то показать своё творчество большему количеству людей. В данном случае просто нас научили быть художниками, нас научили рисовать, но никто нас не научил, как заниматься правильным маркетингом, как себя развивать. И этому приходится учиться. Люди, которые понимают, как это делать, им гораздо проще прорекламировать себя. У кого-то есть менеджеры, кто рекламирует их творчество за них. То есть это всё возможно делать, просто надо этим заниматься. То есть не только, получается, надо писать картины, но и обучаться маркетингу. Вообще всему можно научиться. Мы живём в такую эпоху интернета, где масса всего можно найти. Тебе всё расскажут, покажут. Очень доступно всё. Поэтому я сама-самолочка. Ну и элементарно. Я захожу в Google, ввожу элементарное предложение, как зарабатывают художники, как заработать художнику. И возникает ещё много статей, пишут о художниках, которые смогли себя проявить, показать. И где выложить свои работы, какие хэштеги использовать. Вот я сейчас занялась Инстаграмом активно, для того, чтобы больше людей узнавало об этом. То есть это очень важный момент для того, чтобы люди умели найти тебя. Потому что можно сидеть, работать у тебя в коморке, никто о тебе не будет знать. А очень важно пробиваться, научиться пробиваться в мир, для того, чтобы тебя находил твой покупатель. Как художника, я думаю, находят чаще через знакомых. Знакомые, знакомые. То есть у меня и знакомые заказывали картины. То есть они меня уже лично знают. Это Facebook. Это... Сейчас я стала пользоваться сайтом Ельци. Плюс ещё есть сайт Finder.com. Через него выкладывала картины. Ну вот так вот. Через сайт знакомых, кстати. Я, так как девушка холостая, в поиске, я вешу на сайт знакомств. И через сайт знакомств я общалась. И у меня двое мужчин покупали картины. То есть один мужчина из Италии, и второй покупатель из Латинской Америки. Вот так вот даже продавала картины. Очень важно быть на виду. Очень важно, чтобы замечали, чтобы видели. Только после этого, да, идут продажи. Сидя где-то в коморке, да, этого не получится. Это действительно сложный путь. Надо ещё учиться маркетингу для того, чтобы уметь проявить себя. Сложно. Я не советую, но это очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.